Первое сообщение о чуде, которое свершилось благодаря лику икона знамений при Святой Богородице Девы Марии, датируется 1170 годом. Все времена под предводительством Андрея Боголюбского под стены Новгорода пришли князья, чтобы его завоевать. Так стали молиться новгородцы о помощи Господу Богу, а на третью ночь Илья, архиепископ Новгородский, во сне услышал голос, призывающий взять образ причистой девы в церкви Спаса Преображения и вынести его к городской стене. Битва была жестокая, и одна из вражеских стрел попала прямо в иконописный образ, и все увидели, как из глаз Богородицы потекли снизинки. Это и было знамением Царицы Небесной, и народ, уверовав, победил врагов. В честь заступницы архиепископ Илья и установил праздник Знамения Богородицы. Традиция сохранилась по сей день. Православные отмечают праздник в честь почитания чудотворной иконы 10 декабря. Существуют разные списки икон и знамения. Один из них – Знамение Корчемное. Об иконе Божьей Матери Знамения Корчемное предание повествует следующее. Необыкновенная чудесная история произошла с одной вдовой, женщиной, которая была одержима тяжким недугом пьянства. Она расточила, продала все свое имение, так как была одержима этим недугом. И когда у нее осталась одна только икона, ее фамильная святыня, которая находилась в Красном углу, она сняла ее и отнесла тоже в Корчемницу, то есть в заведение питейное. И благоговейный верующий человек, Корчемник, сначала не хотел ее даже брать, но все-таки взял эту икону, боясь, что она куда-то еще ее денет. И поэтому он взял икону, вдова протрезвела и с ужасом осознала, какой тяжкий крик она совершила. Главную святыню она пропила свою. И вот она вернулась к Корчемнику, тот вернул ей икону. И впоследствии, когда на следующий день вдова проснулась, она увидела, что иконы нет на прежнем месте. Она исчезла и переместилась чудесным образом вновь в Корчемницу. Вскоре пришла к нему вдова и рассказала об исчезнувшей иконе, а Корчемник показал на святой образ и со слезами благоговения, сказал, вот она, Царица Небесная, сама спроси ее, как она здесь оказалась. В слезах возвратилась вдова домой, но молитвами при Святой Богородице с этого времени от пьянства исцелилась. С тех пор икона, получившая в народе наименование Явленой Корчемной, пребывала в Корчемнице до ее закрытия в 1850 году. Эта корчма, она находилась недалеко от площади Бакинских комиссаров, рядом с Кремлем. Да, здесь в Рязани она находилась, эта корчма. И впоследствии народное почитание было таково, что из этой корчмы сделали часовню. Фактически люди приходили, там горела неугасимая лампада. И в конце концов это превратилось в такое место паломничества. И очень многие люди получали исцеление от тяжкого недуга пьянства. Много чудес и исцелений произошло по молитвам перед иконой Пресвятой Богородицы Знамения Корчемной. Желающие могут поклониться, прийти, помолиться о своих родственниках. И сами тоже страждущие люди могут попросить у Царицы Небесной исцеления. Так что я думаю, что стоит воспользоваться такой дивной возможностью. Потому что в Иоанн Богословском монастыре тоже эту святыню не так часто выносят. А здесь вот видите, город наш, она пребывает. И я думаю, что надо этим воспользоваться. Потому что практически в каждой семье, к сожалению, есть, почти в каждой семье, есть человек, который так или иначе страдает от этого недуха. Ныне чудотворный образ Божьей Матери прибывает в Святой Иоанна Богословском монастыре Рязанской епархии. А 2 декабря образ прибудет в Христорождественский собор Кремля, где перед ней пройдет всеночное бдение. А после на неделю икона прибудет в Николой Ямской храм, где попросить у Девы Марии о помощи могут все, кому она необходима. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».